О, Свою царисто в небо, О, Боже, Боже, Жа. Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Диалог со священником». У нас в гостях настоятель Казанского храма в городском округе Серпухов и Ирей Валерий Гавалобов. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вокруг предпраздничная суета. До Нового года Рождества Христова остается мало времени. Нужно успеть буквально все. Купить подарки, нарядить елку, составить меню для новогоднего стола. И здесь как раз-таки возникают вопросы. В первую очередь, стоит ли в принципе отмечать Новый год? Если да, то как правильно это сделать и какие правила необходимо соблюдать и что категорически нельзя делать? Особенно, если держите рождественский пост. Дорогие друзья, я раньше, после крещения своего, я в храм начал ходить не сразу, уже в зрелом возрасте, лет в 25 стал ходить в храм. И для меня тоже такие вопросы всегда возникали. Но сейчас, когда уже служишь сани священника, то мы вот ежегодно, ежегодно, да, мы перед Новым годом служим молебное пение на Новый год. То есть в Требнике есть такой чин, и получается, что, конечно, мы встречаем этот Новый год, встречаем. И традиции, конечно, дата Нового года, она менялась. Мы знаем, что последняя дата, это уже была установлена Петром Первым, а так дата Нового года, она менялась. И поэтому, я думаю, да, что так как уже такая традиция уже давно сложилась, поэтому, думаю, ничего страшного, что и все мы с вами встречаем Новый год, 1 января. И бывает, конечно, если не забывать, что сейчас идет рождественский пост, идет рождественский пост, и, конечно, мы стараемся вот по возможности вот этот пост соблюдать. Если есть возможность тоже вот в этот 1 января, у нас сейчас тоже традиции в некоторых храмах проводятся ночные богослужения. Поэтому, если есть возможность, то тоже подготовиться вот к исповеди, к таинству, и исповеди к таинству причастия, вот, и прийти поблагодарить тоже нашего Творца, Владыку Господа, который прислал в наш мир Сына Своего, Господа Иисуса Христа, который показал нам, вот, нет, в Священном Писании говорится, нет высшую вещь, чем положить жизнь за други Своя. И вот Сын Божий, Иисус Христос, ради нашего спасения, Он в мир пришел и свою кровь на нас пролил, чтобы нас освободить вот от власти греха и от власти дьявола. А если родственники не воцерковленные, то как прийти к общему консенсусу, как все-таки совместно отпраздновать именно встречу Нового года с 31 декабря ночи на 1 января? Ну, сам Иисус Христос, в Священном Писании нам говорит, нам надо стараться жить со всеми в мире, поэтому мы не должны, ну, там, с родственниками, ну, там, стараться никому не спорить, просто раз нас приглашают, и у нас есть такая тоже, ну, возможность тоже прийти, поздравить друг друга, да, вот, и сам наш патриарх, и вот Царство Небесное Патриарху Алексею Второму, сейчас Патриарху, здоровье Патриарху Кириллу нашему, вот, они всегда тоже поздравляют всех верующих с Новым Годом, и служится молебен, повторюсь, да, вот, в каждых храмах 31 декабря служится молебное пение на Новый Год. 2024-й по китайскому календарю год зеленого деревянного дракона, и, следовательно, многие на праздник получат подарки, соответствующие новогодней атрибутике. Это и календари, это и кулоны, статуэтки, сувениры с изображением так называемого символа года. Отец Валерий, как Вы считаете, насколько это правильно с православной точки зрения? И стоит ли принимать в подарки данную атрибутику? Если нет, то как тактично отказать человеку? Ну, я думаю, опять же, если к нашей истории возвратится, да, то в связи с тем, что многие вот, многие из нас крещённые люди, да, в стране много крещённых людей, но в храм ходит в среднем 3-5% из крещённых людей, да, то есть они вот эти православные традиции, они плохо знают, и все хотят, конечно, ну, стать, все мы хотим стать счастливыми, как-то наша жизнь в новом году стала лучше, изменилась, вот, и в связи с тем, что очень много информации, то люди сейчас увлекаются, да, вот и китайским календарём, да, и вот этими всякими знаками зодиака увлекаются, да, но в Священном Писании тоже говорится, что идол в нашем мире ничто, то есть вот там вот этот дракончик, которого мы вот с вами подоить там, вот он ничем нам не навредит, вот, просто христианин, он понимает, что это как бы на его жизнь, на счастье это не влияет на наше, никак не влияет, а нам главное, ну, опять же, стараться жить, учиться по закону и по заповедям Божьим, и храм это как раз школа, школа, где мы как раз можем и традиции наши узнать, и историю нашу узнать, вот, разобраться, вот, что нам нужно, что нам, что нам надо делать, что нам не надо делать, поэтому, пожалуйста, вот, старайтесь, ну, и нашу историю, и церковную историю, вот, читать, изучать, чтобы таких вопросов было меньше. После Нового года абсолютно все, даже не воцерковлённые люди, с нетерпением ждут встречи с самого тёплого светлого праздника Рождества Христова. Традиции празднования этого дня из века в век практически не меняются. Почему на Рождество принято наряжать именно ель? Разве это не светская новогодняя традиция, которая пришла к нам от язычников? Ну, тоже, если мы опять вернёмся к нашей с вами истории, то, вот, первую, вроде так вот, ёлку, как я помню, к нам Пётр Первый привёз из Европы, вот, а потом уже такая традиция, вот, Германия сложилась, что они наряжали на Новый год ёлку, вот, там считалось тоже это, как бы таким символом, который, ну, приносит и защищает там от зла, счастье приносит, вот, а у нас ёлка, так вот, исторически где-то пришла к нам в середине девятнадцатого века, вот, ну, мы видим, тоже у нас такая традиция сейчас сложилась, вот, что мы нарезаем ёлочку, и также вот святитель Феофан Затворник, он нам всем советовал, да, что вот во всём, что нас окружает, как бы вот видеть вот это присутствие Божие, вот, и ёлочка, она, так как она считается, вечной зелёной, да, то есть такая, и мы должны помнить, что наша душа с вами тоже, без, нам, нам Бог дал бессмертную душу, да, которая, она, даже, ну, после смерти, она просто никуда не исчезает, то есть душа, она бессмертна, и вот, ёлочка, она тоже, вот мы смотрим, она тоже постоянно зелёная, и, как бы, она зимой и летом не меняется. В Сочельник принято обязательно готовить такие праздничные блюда, как сочево и кутья, почему? Ну, я думаю, что, наверное, точнее сказать, что в связи с тем, что, повторяюсь, идёт рождественский пост, и сочево и кутья являются постным блюдом, то у нас рождественским постом сочельник является предправительным днём, перед рождеством Христовым, и в этот день у нас считается строгий пост, в этот день совершается строгий пост, вот. И раньше, в связи с тем, что богослужения были более продолжительные, продолжительные богослужения, люди вот приходили на службу, да, вот богослужение шло, большое богослужение, и там был какой-то вот небольшой перерыв перед началом божественной литургии, да, то в это время, как раз, чтобы для подкрепления сил, для подкрепления сил, да, люди могли вот эту питательную постную пищу поесть, да, вот. А у нас обычно сочево и кутья – это синонимы, то есть это, можно сказать, одно и то же. Вот обычно готовится пшеница с мёдом, но в связи с тем, что традиции тоже разные, да, туда можно и орехи добавлять, там добавляются и орехи, и фрукты, и сухофрукты, то есть там уже на усмотрение, как бы, вот. А так оно просто вот именно было предназначено для подкрепления сил верующих, чтобы им дальше продолжать молитву и оставаться на богослужении. Отец Валерий, скажите, пожалуйста, что значит поститься до первой звезды? Ну, вот как раз вот в рождественнике сочельник по окончании богослужения вот происходит славление, вот выносится на середу храма свеча становится, и священнослужители поют тропарь и кондак праздника Рождества. И вот эта свеча, которая вынесла и стоит под святой церкви, она символизирует звезду, то есть получается, что уже после богослужения мы можем уже совершить трапезу, то есть уже можно покушать. Отец Валерий, какие дадите советы тем, кто только в начале своего пути и только в первый раз хочет все-таки держать пост? Ну, вот я тоже желаю, чтобы люди, которые вот хотят совершить, соблюдать пост, то есть подходить все время, учиться с рассуждением подходить, потому что... Без коматизма. Ну, бывает, человек, там, вот там, примеры жития святых тоже приводятся в Петерике, что если, например, без рассуждения, то есть, например, сразу себя во всем ограничить, себя, да, там, вот, то можно даже нанести вред своему здоровью, можно вредить здоровью, потому что, вот, бывает, многие говорят, что пост, это значит, ну, там, ничего не есть, или там только, там, допустим, ограничить себя во всем, что там, может быть, едят, там, может быть, хлеб и воду едят, да, но опять забывая о том, что подвижники, подвижники, да, то есть они к этому шли, можно сказать, там, не сразу, то есть, так вот, такой строгий пост, они себе налыгали, не сразу, то есть человек, как вот, спор, допустим, да, то есть человек не может сразу большой вес поднять, да, он постепенно идет, чтобы все больше и больше вес поднимать, поэтому и здесь хотя бы, ну, с малого начать, да, чтобы постараться в чем-то себя ограничить, там, вот, допустим, есть мясо, да, вот, вот, сейчас родительский пост, он не такой строгий, то есть разрешается с растительным пищем масло, да, с рыбой масло, с рыбой, рыбу мы едим этим постом, вот, и хотя бы, например, вот, кто первый раз, там, отказаться, допустим, от мяса не есть, то есть даже, а когда человек, ну, кто может, и какие-то дни, там, у нас получается, вот, у нас получается, вот, вот, суббота, воскресенье мы едим с рыбой, да, там, какие-то вот праздники у нас проходят, вот, тоже с рыбой едим, то есть, получается, там, вторник, четверг едим, можно с рыбой есть, да, там, а остальные уже дни, например, есть без рыбы, вот, ну, бывает, как один батюшка Царств Небесный, Вячеслав Резников, он тоже советовал, например, мы ему говорим, вот, надо так пост соблюдать, да, человек говорит, а я, например, без рыбы вообще не могу, то есть, мне надо рыбу есть каждый день, но мы говорим, ешь рыбу, вот, но все равно приходи, покайся, что пока не можешь, а кто-то может сказать, я вот, и без мяса я не могу, вот, и мы, и так же он пишет, все равно говорит, приходи, покайся, что ты пока и без мяса не можешь. Вот как раз отсюда возникает еще один вопрос, некоторые держат пост чисто механически, да, они не едят мясо, они не едят рыбу, они, как вы сказали, на хлебе и воде, ну, чисто действительно физически, но при этом забывают о своей душе. Вот какой вы здесь, в этой ситуации дадите совет? Ну, здесь тоже вот, тоже один вот такой из подвижников благочестия, я сейчас не помню, кто конкретно, тоже говорил, даже говорит, вы лучше, например, он говорит, лучше есть мясо, чем ешь мясо, а людей не ешь. То есть, вот, стараться не осуждать людей, там, стараться их не гневаться, не раздражаться, да, то есть, вот, потому что пост, он, он помог, то есть, это, пост сам нам по себе пост не спасает, он нам помогает, вот, именно бороться с нашими грехами, страстями, помогает нам бороться. Вот, поэтому главная цель, это, вот, очищать свою душу, вот, от греха от страстей, наша главная цель, а пост в этом и молитва нам помогает. Дед Валерий, скажите, пожалуйста, в чем заключается отличие рождественских праздничных богослужений, как правильно к ним подготовиться? Ну, вот, рождественские праздничные богослужения, вот, отличие какое у нас, то есть, у нас, вот, перед рождеством, вот, как раз, сочельник у нас с вами, да, там, и там, такая, получается, служба у нас, если, например, праздник попадает у нас с вами, рождество попадает у нас с вами, то есть, сочельник попадает у нас на понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, то у нас в эти дни служат сначала великие царские часы, потом читаются изобразительные, вечерние с паримиями, и служатся, которые переходят в литургию Василия Великого. Сочельник попадает на субботу и воскресенье, на субботу и воскресенье, то получается в пятницу у нас тогда читаются царские часы, и в этот день литургии не положено, если сочельник попадает на субботу и воскресенье. Вот в эти часы читаются в пятницу, литургии в пятницу не служатся, а сам сочельник уже служится литургия Иоанна Златоустова, а в праздник Рождества тогда служатся литургии Василия Великого. Как правильно по-православному встретить рождественскую ночь? Повторяю, что не забывайте, что пост заканчивается как раз пост, сочельник у нас, мы уже знаем, что здесь строгий пост, да, то правильно вот постараться подготовиться к таинству исповеди причастия, к таинству исповеди причастия, потому что все как раз вот он пост и направлен для, чтобы нам вот свою душу подготовить к встрече с Господом, с родимшимся младенцем Иисусом Христом, вот. Вот, и у кого есть возможность, да, то есть посещать вот богослужения, эти богослужения, потому что они, получается, такие службы, они, можно сказать, там, ну, редко очень служатся. У нас сочельник перед Рождеством, сочельник перед Крещением, то есть, получается, они редкие службы совсем, и там песнопения такие, праздника поются тоже, получается, они, можно сказать, раз в году они поются, поэтому желательно эти службы присутствовать на этих службах посещать. Вот, и если есть у кого возможность, да, вот, силы позволяют, можно ночную службу провести, рождественскую, тоже у нас по традиции она обычно служится ночью, ну, в связи с тем, что бывает, что, например, вот тоже, когда мамы обращаются, вот у них дети, да, они говорят, вот было время, у нас в основном службы ночные были в Серпухове, да, а меня спрашивают, а как же вот нам быть? Вот, и мы вот перешли тоже такое, что мы утром служим, вот, утром служим в связи с тем, что не все могут ночью прийти, вот, а так как в храмах бывает один священник, то он может совершить только одну божественную литургию в день, и получается, вот, приходится выбирать, да, или ночью служить, вот, или утром служить. В храмах, где больше священнослужителей, да, то есть там они и ночью служат, и потом утром, да, это уже получается, служат другую, вот, меняются, и служат вторую литургию, вот, на праздник. Отец Валерий, о том, как правильно встретить по православному, по всем традициям и церковным канонам и Новый год в ночь, 31 декабря на 1 января, и как встретить правильно рождественскую ночь, мы обсудили, а вот как правильно провести 2024-е, из чего начать, может быть, задуматься о спасении своей души, вот, пару советов, вот, какие шаги нужно предпринять? Ну, нам надо стараться, да, вот, не забывать, что наша душа, она, она бессмертна, вот, не забывать, и поэтому, вот, вот, христианин должен помнить, что вот смерть, смерть, да, это как раз вот переход в вечную жизнь и встреча с Господом, и так как мы с вами уже, ну, знаем и видим, что умирают не только пожилые люди умирают, да, но человек может из этой жизни уйти в любой момент, вот, поэтому нам нужно стараться, вот, ну, каяться, покаяться в своих грехах и стараться исправляться, стараться исправляться, вот, как вот мы, я думаю, многие помнят, еще были пионеры у нас были в школе, да, то есть, например, всегда готов, будь готов, всегда готов, и там, поэтому нам надо, вот, стараться всегда быть, вот, готовым к этому переходу и встрече с Господом, как мы, вот, к ним пристанем, как мы ответим за свою жизнь, вот, и человек, когда старается жить по закону, по заповедям Божьим, то наша жизнь, она как раз, он становится счастливым человеком, как обычно, всей надеждой встречаем Новый год, чтобы жизнь наша, ну, более счастливой стала, к лучшему изменилась, вот, но, оказывается, для этого надо тоже учиться, надо нам с вами учиться, а храмы — это школа, где мы учимся, вот, жить по закону, по заповедям Божьим, чтобы мы стали счастливы, нашим детям показать пример, как стать счастливыми, внукам нашим показать, как стать счастливыми, вот, поэтому желаю тоже всем нам Божьей помощи, и чтобы Бог дал нам разума в этой жизни, как апостол говорит, учиться хорошего держаться, вот, от плохого отгребаться. На Новый год мы загадываем желания, пишем бумажки, кидаем их бокал шампанским, ждем всегда чего-то светлого, что в следующем году действительно все у нас получится, сбудутся все наши мечты. Но, как вы считаете, нужно же для этого самому прикладывать усилия? Да, церковь у нас, церковь нас как раз и учит, что, о том, что, повторюсь, да, что человек, вот, не рождается несчастным или счастливым, он становится, так как, вот, взять пример, и образование, да, то есть, мы, никто из нас не рождается с издатом зрелости, то есть, нам надо всем трудиться, учиться, чтобы закончить школу, получать из-за зрелости, так и здесь нам надо с вами, вот, вот, потрудиться, вот, ради своей души, ради, вот, нашей вечной жизни, вот, нам нужно также, вот, потрудиться и, повторюсь, да, вот, стараться учиться жить по закону и по закону людям Божьим. А наш эфир, к сожалению, заканчивается. Напоминаем, что в гостях у нас был настоятель Казанского храма в городском округе Серпухов Иерей Валерий Гололобов. Если у вас есть вопросы к священнику или волнует какая-то проблема, звоните в редакцию по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Сообщение можно оставить и в социальных сетях Охотовой Серпухов. Если вы стесняетесь спросить, заходите на мою страничку ВКонтакте и оставляйте мне свои сообщения. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова